С самого начала работы сайта Путина в отставку начались проблемы с основными доменами российскими. Это Mail.ru и Rambler.ru, потому что для того, чтобы отбить вот эти первые атаки, связанные с появлением Гитлеров, Бин Ладенов, Саддамов, Хусейнов и прочих экзотических персонажей, там Буша отца сына, святого духа, мы ввели как первый этап премодерации, это имейлы, ответы, то есть мы должны были высылать имейл и получать подтверждение. Так вот, сразу же пошли жалобы, что Mail.ru и многие сайты небольшие, как я понимаю, с Mail.ru аффилированные, типа, скажем, БКР, Листру, они не получали подтверждение, то есть эти подписи где-то зависали в такой серой зоне, очень много людей жаловалось, что это не проходит. В какой-то момент ситуация вроде бы улучшилась, даже на Mail.ru появилось сообщение, что вот срочно идет сбор подписей, потому что люди писали на Mail, Mail.ru начал отвечать и, может быть, через робот это попало. Потом это все убирается, потому что у нас в этот момент пошел определенный рост количества подписей, а вчера начал барахлить уже Яндекс, мы начали получать подтверждение, что и с Яндексом проблема. То есть, в целом, те, кто хотят подписывать, ну, по возможности, должны использовать Gmail. Gmail работает, как, впрочем, и все домены, которые не связаны с зоной.ru. Мы надеемся, что это удастся решить проблему, ну и, кроме того, эти подписи не пропадают, они остаются вот таком в подвижном состоянии, но мы вынуждены все это делать уже через, то есть, вручную. То есть, эти подписи обрабатываются, мы все-таки пытаемся как-то достучаться до людей через их имейлы, но процесс идет очень медленно, поэтому, когда нас спрашивают многие, а где подписи, почему они не появились, просто надо понимать, что работа идет исключительно медленно, потому что мы не ожидали, во-первых, такого наплыва, а во-вторых, мы все-таки работаем в условиях постоянного нажима на сайт, и поэтому некоторые технические улучшения, которые мы подготовили, интерактивные. Мы боимся вводить, потому что сайт находится под этим постоянным прессингом. И, тем не менее, на следующей неделе можно ожидать, что вот у нас появятся новые функции, скажем, дайджест, комментарий дня, потому что многие из наших респондентов, а таких уже сегодня более 15 тысяч, и при этом еще как минимум 6 тысяч подписей висят вот в так называемой серой зоне, мы постепенно их туда, вот как бы вручную завозим. Так вот, многие просят, фактически, начать трансформацию вот этого сайта в такую социальную сеть, потому что люди не просто голосуют, а не просто посылают там свои координаты, свой имейл, свои телефоны многие, они еще и комментируют. И, кстати, это очень интересное чтение, потому что получается так, что позиции, которые отражены в письме, скажем, связанные с развалом науки, с экологией, с дальневосточной проблемой китайской экспансии, экономически и социальной, они получают подтверждение в этих комментариях. И вот эта палитра мнений, которая представлена информацией с самых разных уголков нашей страны, потому что примерно половина комментариев это Россия без Москвы и Питера. Так вот, можно многое просто узнать, потому что люди, видно, многие пишут от отчаяния, многие просто понимают, что по-другому нельзя. И это та самая вот репрезентативная выборка, которая показывает, что все официальные опросы, которые дают такую благостую картинку, они, конечно, не выдерживают никакого столкновения с действительностью.